Здесь не увидишь привычного маленького окошка и очереди за талонами на прием. На стойке регистрации встретят, объяснят и проводят в нужный кабинет. В новом офисе врача общей практики, который открылся в микрорайоне Лукино-Варина, все удобно для посетителей. Это уже второе медицинское учреждение подобного рода, открытое в этом году. С стороны строителей, с их стороны их работы, претензий, замечаний нет. Это очень важный и востребованный объект на территории микрорайона Лукино-Варина. Это ожидаемый объект, потому что все-таки медицинское обслуживание здесь хромало, мягко говоря. И теперь мы его поднимем на другой уровень. Для этого выделено просторное помещение площадью 160 квадратных метров. Есть процедурные и физиотерапевтические кабинеты, возможность снять электрокардиограмму. Поскольку поликлиники в новом микрорайоне еще нет, такой офис позволит сделать первичную диагностику. И, что немаловажно, медицинские услуги предоставятся жителям вблизи от дома. Я думаю, это будет не только мне нужно, а, в принципе, жителям всего дома и, соответственно, близлежащих домов. Потому что поликлиника, ну, есть поликлиника, которая так называемая старая, да. Я думаю, что это будет просто в помощь такая. Когда, соответственно, открывается в доме, где живешь, то это еще удобнее. Все рассчитано и просчитано очень разумно. По сути дела, здесь каждый из жителей, здесь проживающих, может получить первичную медицинскую помощь. И это, наверное, главное. Все остальное зависеть будет, конечно, от врачей. В день офис сможет обслуживать до 30 человек. В месяц до трех тысяч. Принимать взрослых и детей в новом офисе будет врач широкого профиля с большим опытом Елена Коблова. Врач, который здесь будет работать и уже как бы начал свою деятельность, как раз проживает в этом доме. Поликлиника, она укомплектована кадрами, потому что здесь, благодаря активной работе депутатского корпуса и местной власти, достаточно давно решается вопрос обеспеченности медицинских кадров квартирами. Это уже второй кабинет врача общей практики, открытый в этом году в нашем районе. Один из них уже несколько месяцев работает в микрорайоне Богородский. Марина Познякова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелкало».